добрый вечер уважаемые телезрители сегодня у нас 17 декабря закончилась рабочая неделя закончилась пятница день сегодня был отрицательный сегодня на самом деле был самый плохой год начиная с 30 ноября индекс джонс упал на 531 пункт мы закрылись на отметке 35367 мы потеряли полтора процента сегодня и за неделю упали на 1,7 процента стендарт инкурс 500 минус 48 пунктов сегодня минус 1 процент с хвостиком 4621 был конечный результат минус 1 и 9 десятых процента за неделю нас так потерял сегодня 11 пунктов но не мудрено вчера они потеряли больше чем 350 пунктов сегодня нас так почти не упал минус одна десятая процента 15 тысяч 170 был конечный результат но за неделю нас докупал почти на 3 процента транспортный индекс сегодня упал на две трети процента и за неделю потерял два с половиной процента и раз в 2000 индекс маленьких компаний сегодня был в плюсах но за неделю потерял 1 и 2 3 процента 1 евро сегодня равен доллар .12 а нефть 1 баррель район 70 долларов 49 центов золото 1978 долларов и 20 центов за одну унцию серебро 22 доллара 39 центов за унцию платина 928 долларов за одну унцию фунт меди стоит 428 и палладий 1786 долларов за одну унцию пятилетние госбумаги дают 1,18 сотых процента за 10 лет можно получить 1 и 4 30-летние бумаги дают 1,82 сотых процента за границей сегодня англия прибавила одну десятую процента но франция упала на 1 и одну десятую процента германия потеряла две трети процента швейцария минус 6 десятых процента в азии японский никей минус 1 и 8 шанхайская биржа минус 1 и 2 десятых процента и гонконгских антен тоже упал на 1 и 2 десятых процента что было самое главное за эту неделю ну закончился закончилось совещание федерального резервного комитета и председатель федерального резервного комитета джерон палл сказал что инфляция есть он уже не употребляет слово транзиторий не употребляет слово проходящие а просто говорит что есть инфляция и с инфляцией они теперь уже будут бороться возможно это надо было начинать делать намного раньше но теперь они сказали что все еще будут продолжать покупать бонды но уменьшать покупание бондов другими словами они ликвидность все еще будут поставлять ликвидность на на биржу но уменьшать будут ликвидность и скорее всего в марте это закончат и в апреле начнут поднимать банковский интерес более того федеральный резервный комитет телеграфировал что в следующем году есть большая вероятность что банковский интерес будет поднят три раза три раза обычно когда банковский интерес поднимается первые два раза биржа не очень реагирует но после третьего раза биржа реагирует отрицательно поэтому это новость которая без сомнения взбудоражила умы и народ следит за тем что будет дальше вторая большая новость это то что cdc это комитет по заболеваниям сказал что вместо джансон и джансон вакцины лучше брать файзер и модерну потому что в некоторых случаях не во всех а в единичных случаях джансон и джансон создает закупорку вен и даже девять человек умерло но учитывая какое количество вакцин было сделано огромное количество вакцин было сделано девять человек это несущественно опять-таки это несущественно если не дай бог это не случилось с вами или вашей семье если это не дай бог случилось с вами или вашей семье это без сомнения существенно это вторая большая новость на этой неделе также было многие компании объявили свои квартальные результаты в основном квартальные результаты были чуть лучше и те компании которые объявили квартальные результаты лучше они поднялись те которые объявили хуже, они упали. Rivian вчера объявила свои квартальные результаты, и сегодня Rivian Oto упала на 10% с четвертью. Напомню, что Rivian Oto это компания, которая будет делать грузовики, электрический, спрос на них есть, заказы уже есть на больше, чем на 70 тысяч автомобилей. Более того, у них эксклюзивный заказ с Амазоном на поставку 100 тысяч грузовиков до 30-го года, но пока у них задержка с выпуском, потому что у них не хватает деталей, не хватает электроники. Впрочем, не хватает электроники и у всех. Не хватает электроники и у всех. И Rivian объявил, что завод, который они откроют, новый завод в Америке по производству автомобилей, будет в 2024 году. На этой неделе Apple упал. Сегодня Apple упал на 2,3%. Вчера он упал еще больше. Shopify тоже на этой неделе значительно упал. Сегодня потерял четверть процента. Amazon сегодня в плюсах 2,3%, но за неделю был в минусе. Airbnb сегодня прибавил 1%, но за неделю в минусе. Microsoft за неделю в минусе. Вчера хорошо упал, сегодня упал на треть процента. Tesla с 1243 доллара за одну акцию на высшей точке упало до 935 долларов за акцию. Zoom сегодня поднялся на 9,5%. Moderna прибавила 4,5%. Pfizer упал на 2,9%. Johnson & Johnson упал на 2,75%. Google тоже за неделю не был хорош и сегодня потерял еще 1,9%. Okta. Рейтинг этой компании был улучшен. Инвестиционный банк сказал, что их надо покупать. Впрочем, инвестиционный банк сказал, что надо покупать Ford. Инвестиционный банк сказал, что надо покупать McDonald's. Bank of America. Среди Okta среди других компаний. И вот Okta поднялась на 2,9%. Pala Auto Networks. Тоже рейтинг был улучшен этой компанией за неделю и они поднялись на процент с четвертью. United Health сегодня упал, но за неделю они молодцы. General Motors сегодня потеряла 5,5%. 5,5%. И это значительно. Вот, пожалуй, все основные новости на сегодня. Инвесторы продолжают продавать то, что там, где они теряют деньги, чтобы не платить налоги. Но все ожидают, что все-таки Christmas Rally может быть начнется. Может быть начнется на следующей неделе. Следующая неделя мы знаем, что будет Рождество. Поэтому настроение приподнятое. Очень многих на работе уже нет. Многие ушли в отпуск, но посмотрим, что будет на следующей неделе. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту. Или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова